Прекратите покупать всякие онлайн-курсы по программированию. В IT вы не войдете. Вся правда про IT, которую вам не расскажут продажники онлайн-школы. Первое. Я маркетолог и всю жизнь занимаюсь маркетингом. Но есть один нюанс. С 2015 года я занимаюсь разработкой сайтов. Начинал я разрабатывать сайты на всяких конструкторах, типа там Tilda, Adobe Muse, WordPress. Еще когда работал в DoubleGIS, делал сайты-лендинги своим клиентам. Уже 9 лет прошло, как я делаю сайты. Я прошел кучу курсов. Я научился программировать на JavaScript, на TypeScript. Обучился UX UI дизайну, фигме. Я по большей части фронт-энд разработчик. Но бэкэнд я знаю тоже хорошо, хорошо для фронт-энд разработчика. То есть я сам могу развернуть на DOO на серваке. Написать какой-нибудь бэк на PHP. И да, я сам разворачивал веб-приложение на серваке со стороны бэка. Писал чат-боты. За эти 9 лет опыта в маркетинге и в программировании я делал боевые веб-приложения для больших фирм. В одну харю и со стороны фронта, и со стороны дизайна, и со стороны бэка. Где-то самоучка, где-то курсы, где-то большие фундаментальные книги. Но да, программировать я умею, я программирую. И имею право об этом говорить, хотя я базовый маркетолог. Так вот, когда нужно было эмигрировать в другую страну, в России что-то произошло и терпеть ждать уже не было никакого смысла, я искал работу за границей. На английском языке, на китайском и на русском. И как резервный вариант, план бэ, я рассматривал позицию фронт-энд веб-разработчика на React. Да, на React и на Next я тоже пишу. Я рассчитывал на позицию middle и я оставлял свои отклики. Основным вариантом работы за границей, конечно, был там директор по маркетингу, руководитель отдела маркетинга или там видеопродакшн. Так вот, по фронт-энду я в день оставлял, ну, где-то 20-30 откликов. Я откликался в Казахстане, в Армении, в Сербии, в Венгрии, в США, в Канаде. На Кипре у меня даже было собеседование. И рассматривал варианты работы в России фронт-энд-разработчиком, но удаленно. Что из этого вышло? Спойлер, на фронт-энд-разработчика меня не взяли. 9 лет опыта. Да, вы к этим 9 годам можете относиться по-разному, но этого опыта явно больше, чем у выпускника какой-нибудь онлайн-школы, там, фронт-энд, веб-разработка за 3 месяца, блин, уйди на фриланс. Зарабатывай удаленно от 100 тысяч рублей. Ну, короче, вот это вот все фигню, что вам на уши шлют. Я сейчас в Казахстане, я работаю по своей специальности. Я руководитель отдела маркетинга и видеопродакшена. И да, не жалуюсь, но условия работы не могу рассказать по причине документа о неразглашении. Ну, вообще сейчас не об этом. Итак, моя личная статистика, мой личный опыт прохождения собеседований на разработчика и что вообще творится в сфере. Первое, на 30 откликов одно приглашение на собеседование. На порядка 12 собеседований два предложения о работе. Почему же меня не взяли и что мне предлагали? Первое, меня не брали, потому что у меня нет опыта командной разработки. То есть, представьте, я в одну харю развертывал веб-приложение, в одну и на фронте, и на бэке, и со стороны дизайна фигме, разработки UX, UI кита. Но из-за того, что нет опыта работы в команде с там, с бэкэнд-разработчиками, с другими фронт-энд-разработчиками, с тимлидом, с продукт-менеджерами, меня не брали. Но еще раз, JavaScript и TypeScript я знаю очень хорошо. Ну, то есть, про хард-скиллы, как программирование, как программирование, ко мне вопросов вообще никаких. Более того, я неплохо знаю базу, базу компьютера, базу интернет-сетей, TCP, IP, ISOC. Но вот здесь нюанс. Компании отдают предпочтение разработчикам с техническим высшим образованием. А у меня гуманитарная, я экономист-международник. И да, со своим опытом программирования и дизайна, меня даже на позицию джуна не брали. Итак, какое же предложение по работе мне поступило? Один из топ-3 банков России мне предложил работу там джуниор плюс фронт-энд-разработчиком. Но, какой нюанс, за 90 тысяч рублей в месяц и обязательно работа в офисе, никакой удаленки. То есть, переезд в Москву и работа из Москвы, где, на секундочку, аренда квартиры однокомнатной 1060-65, ипотечный платеж 85. То есть, на свою зарплату джуниор-разработчика я не смогу содержать свою семью. Да что уж там, я, скорее всего, даже себя содержать не смогу. Мне не будет хватать ни на еду, ни на метро. Прикол номер два. Те люди, которые хотят сейчас купить курсы в IT-в IT. Мне, с опытом разработки, никто ни на одном собеседовании даже не предложил, даже не намекнули на возможности удаленной работы. Лучшее, что мне предложили, это гибрид. Три дня в офисе, два дня удаленной. То есть, снимайте свою лапшу с ушей. А теперь смотрите другую правду про IT-сферу, которую вам никто не расскажет. У меня много друзей-разработчиков, которые работают разработчиками. И да, есть даже те, которые стали разработчиками после курса. У девяти из десяти знакомых разработчиков липовое резюме. Там нарисованный, лживый опыт. Они безуспешно полгода, восемь месяцев пытались найти работу без опыта джунами, а потом рисовали себе опыт через друзей, знакомых и помогаек, где подрисовывали себе там два-три года командной разработки. И это опыт на джуна. С таким резюме они садились на 70-90 тысяч рублей. Второе. Два моих друга устроились в IT через всякие там IT-инкубаторы. Что такое IT-инкубатор? Это когда ты платишь 120-150 тысяч рублей за то, чтобы тебя взяли на работу, а ты бесплатно работал на бесплатной стажировке. Но деньги за то, чтобы ты работал, ты должен заплатить работодателю. Компания-инкубатор устраивает тебя в штат. Они продают твою работу удаленно. Компаниям, которым нужны работы разработчиков, они получают за тебя деньги с заказчиков и получают с тебя деньги за то, чтобы ты у них бесплатно работал, стажировался. И потом получал себе тот самый долгожданный коммерческий опыт работы в команде. И потом вот с этим практически нарисованным, полу нарисованным опытом работы ты можешь куда-то устроиться. И это единственная сфера жизни, единственная сфера работы, которую я знаю на 2024 год, где тебе нужно заплатить деньги, чтобы тебе дали работу, и при этом тебе не должны платить. Это вообще какая-то новая экономическая теория. А может и старая, типа времен Великой Депрессии, когда тебе нужно дать взятку в 8 долларов, чтобы устроиться на работу с оплатой 1 доллар в месяц. Я не представляю, как нужно себя не уважать, чтобы платить за неоплачиваемую стажировку. Это дичь вообще, ну простите меня. Я вот как, я не пошел ни на какую оплачиваемую стажировку, где еще деньги должен дать. Хотя мне предлагали, и вот двое из 10 моих знакомых друзей, они туда в инкубаторы пошли, да, они потом получили себе работу, они сейчас работают, зарабатывают деньги, но им пришлось заплатить за неоплачиваемую стажировку. Двое других знакомых устроились войти после курсов через кадровые агентства, где ты подписываешь договор с кадровым агентством, с HR, что они тебя обучают, прокачивают, дают тебе стажировку, ищут тебе работу, но два года, два года мои друзья платят 20% от зарплаты этому HR-агентству. 20% от зарплаты. Мои друзья заплатили этим агентствам порядка полумиллиона. Опять же, весь смысл работы этого HR-агентства, что они просто рисуют тебе опыт и тебя пропихивают, зарабатывают на тебе деньги. Еще трое из моих знакомых друзей-разработчиков, они работали на неоплачиваемой стажировке, ну где им, к счастью, не пришлось платить за трудоустройство. Они просто бесплатно работали там 3 месяца. Бесплатно. Так вот, ребят, что я хочу сказать этим спичам. IT это никакая не волшебная кнопка бабло. Миллиард денег в наносекунду просто за корочку прохождения курсов тебе никто платить не будет. Ты никому не нужен. Сейчас джуны после курсов по 700 человек на одно место. Реально приходит по 700 резюме на одну позицию, на одну вакансию. По факту сейчас IT это сказка про Буратино, где тебе предлагают посадить на поле один золотник, чтобы выросло какое-то денежное дерево. А на самом деле все просто. Нужно посмотреть, кому это выгодно. А выгодно это онлайн-школам, которые продают бедному, молодому населению СНГ, которые уже в своих маленьких городах воят от безысходности, где нет ни работы, ни вакансий. Продают им идеальную картинку будущего, которого никогда не будет. Но не будет у вас после курсов никакой удаленной работы за 150 тысяч рублей. Не будет. Скорее всего после курсов у вас еще попросят заплатить за какую-нибудь стажировку заплатить. И по факту большинство выпускников таких курсов не находят себе никакой работы. И уходят обратно на завод. Поэтому, ребят, перестаньте верить всяким мошенникам. В абсолютно любой в сфере жизни. Да и в IT тоже. И в маркетинге, и на заводе, и там механиком, и сварщиком можно много зарабатывать. Но есть один нюанс. Тебя должно переть от твоей работы. Тебе должно быть нравиться то, чем ты хочешь заниматься. И если ты будешь кайфовать, ты будешь хотеть, ты будешь рваться на эту работу, абсолютно неважно, какая это будет сфера жизни. Сварка, автослесарь или фронт-энд-разработчик. IT-сфера – это не избавление от нищеты. Избавление от нищеты – это способность узнать, познать самого себя, что тебе нравится и чем ты хочешь заниматься. А там деньги будут обязательны. В моем случае это маркетинг. В твоем? Не знаю. Но если на IT ты смотришь только как попытка избавиться от какой-то безысходности, от хтони, способ зарабатывать бесплатные деньги и мешок денег в наносекунды, ты там их не найдешь. Пользуйся.